Увеличить заработную плату кости вполне в наших силах. И сейчас мы передадим слово человеку, который не только успешно руководит большим коллективом, но также... Да, но и знает, как подойти к руководителю и прямо ему сказать, много хочу зарабатывать. Да, и что же на это скажет руководитель, какая реакция вас ожидает, сейчас узнаем. Что нужно делать, чтобы получить повышение по службе? Важно сначала самому понять, хочет ли он двигаться дальше по карьерной лестнице, потому что дальнейшее движение – это повышение ответственности. Если ответ однозначный «да», то решение здесь одно – нужно показывать результаты, да, то есть нужно показывать соответствие компетенции занимаемой должности. Вряд ли вас повысят в зарплате или по карьерной лестнице, если вы не будете выполнять те плановые показатели, которые вас взяли. Допустим, продавец. Если он не выполняет план продаж, то наверняка его не поднимут по карьерной лестнице, пока он не научится выполнять, перевыполнять. А если он его перевыполняет, вот уже и есть возможность диалога, собственно говоря, с руководителем. Очень важно на будущее, когда вас принимают на работу, вы должны, если у вас есть желание двигаться дальше, то на этапе собеседования нужно спрашивать, есть ли возможность карьерного роста. Если изначально, когда вас взяли, например, на должность офис-менеджера и вам четко обозначили, что этой возможности нет и не будет, то здесь, конечно, будет очень сложно разговаривать. Но если сотрудник тот же офис-менеджера говорит о том, что вот я ходил на курсы повышения по, например, по продажам, да, то есть я вел переговоры, у меня получились такие результаты, то, соответственно, я умею вот это, я могу вот это, я вам докажу, то здесь у руководителя уже может быть возможность подумать о том, чтобы поставить его на какую-то другую вакансию. Как просить повышение заработной платы? Неправильный диалог. Знаете, вы мне давно, уже я у вас проработал 5 лет, и вы мне не повышали заработную плату. Прежде чем идти на диалог к руководителю, нужно сделать анализ, а какая на самом деле на рынке заработная плата. Здесь нам помогут сайты о работе, да, где соответствующие есть предложения от конкурентов, там всегда пишется заработная плата. То есть поговорить, спросить знакомых, сколько им платят. И когда у вас есть некая аналитика, и вы понимаете о том, что ваша заработная плата ниже рынка, то уже есть возможность разговаривать. Если у вас уже есть результаты на работе, да, то также есть возможность пойти к руководителю. Продолжение следует...